21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Сегодня с главами муниципальных образований округа в режиме ВКС встретился глава региона. Прежде чем обсудить с представителями местного самоуправления повестку дня сегодняшнего заседания, она касалась мер по недопущению распространения коронавируса на территории региона. Поздравление в адрес глав муниципальных образований от руководителей региона. На вашу долю выпала вот та непосредственная прямая связь с жителями. Именно вы обеспечиваете эту непосредственную связь жителей поселений, деревень, сел, со всеми органами государственной власти, региональной, федеральными органами. И за это вам огромное спасибо. В свою очередь представитель регионального парламента Александр Лутовинов отметил тесную взаимосвязь окружного депутатского корпуса с органами местного самоуправления по всем насущным вопросам. Праздник уже стал, успел стать народным, так как местное самоуправление это самый близкий к населению уровень власти. От поздравлений к обсуждению самой злободневной на сегодняшний день темы. Как не допустить распространение коронавирусной инфекции на территории региона? Какие меры предпринимаются главами на местах? Ну, правда в том, что инфекция, она распространяется чудовищными темпами. Правда в том, что она охватывает не только крупные города, Москву, Санкт-Петербург, города-миллионники. Она уже рядом в Коме, в Архангельске. Особенно прирост большой в Коме, а мы граничим с Коми. Ну, правда в том, что у нас в настоящий момент один заболевший, пять на обсервации. И это означает, что мы очень вовремя приняли все необходимые меры для того, чтобы эта зараза не расползлась у нас по округу. Для этого в аэропорту Наринмара будет усилен эпидемиологический контроль на внутренних рейсах. С наступлением сезона охоты этот вопрос наиболее актуален. Как сообщил руководитель регионального департамента внутренней политики Павел Рахмелевич, все главы ознакомлены с соответствующими рекомендациями по организации работы в условиях пандемии. На местах также созданы оперативные штабы. Регулярно осуществляется мониторинг запасов продовольствия и лекарственных средств. Также глав муниципалитетов обязали с 6 апреля вести учет по миграции населения. Как оказалось, особенно остро стоит проблема в селах, связанных с зимниками, с соседними Коми-Республикой и Архангельской областью, где уже много заболевших. Так, на сегодняшний день в Коми уже зарегистрировано 508 случаев заболеваний коронавируса. Село Несь граничит с Архангельской областью. Там 118 заболевших. За этот период было установлено 23 лица, прибывших из города Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Архангельская область, Мизинь и другие. Один человек из этой группы находится на самоизоляции, как контактирующая с лицом, которое, к сожалению, подтвердило, что он заболел. Большая часть граждан приезжает по зимний год. Несмотря на наши усилия, а также объявления, размещенные в общественных местах, о том, что граждане, прибывшие из других регионов, должны сообщить о себе, отмечается низкая самосознательность прибывших лиц. До окончания зимнего периода осталось немного времени, но между Несью и Архангельском осуществляются регулярные авиасообщения по местным воздушным линиям. До 10 июня один раз в неделю, после этого до августа три раза в неделю. Галина Варницына попросила в Рио губернатора проработать вопрос с аэропортом Васьково о принятии мер эпидемиологического характера, либо такие меры принимать на въезде в аэропорту села. По поводу Васьково аэропорта и контроля на вылете мы проработаем с Архангельской области. Что касается по прилету, предлагаю тоже этот контроль все-таки осуществлять, лишним не будет совершенно определенно. Ограничительные меры введены в Харуте и Харивере, соседствующих с Республикой Коми. Также у нас 6 апреля по договоренности с начальником службы режима компании «Русских Петра» и сотрудниками контрольно-пропускной пункта, которая расположена в Харьерке у нас, ведется запись всех езжающих и выезжающих два раза в день. В 8 утра и в 20 часов вечера. Все езжающие доводится информация по самоизоляции, так как они были в городе Усинске или в городе Сыктывкаре, где зафиксирован ковид-19. Но не все жители муниципального образования выполняют эти рекомендации. Глава Харивера посетовала на то, что несмотря на все предостережения и рекомендации жителям поселка не выезжать в Республике Коми, каждый день 2-3 человека отправляются в Усинск или Ухту, в магазины и возвращаются обратно. Она даже предложила работодателям не выпускать таких лиц на работу, а отправлять в режим самоизоляции за свой счет. Ее поддержали и главы других поселений. Кстати, в Усинске официально зарегистрировано 10 случаев заражения коронавируса. В Ухте 9. В обоих этих городах на карантине находится порядка 700 человек. Более того, глава Коми направил вчера и в Усинске в Ухту, а также в ряд других муниципалитетов республики, предписание закрыть их на карантин в целом. Как мы уже говорили, в республике 508 зараженных, четверо скончались. Субъект по количеству заболевших занимает 5 место по стране. Юрий Бездудный пообещал главам проработать этот вопрос и принять меры. Немаловажный вопрос для обсуждения с главами – начало весенней охоты. В этом году она разрешена только для местных жителей. Для жителей округа охота – это не африканское сафари, не хобби, не развлечение. Это зачастую способ выживания, способ заготовить продукты для того, чтобы питаться. И в этой связи запретить совсем охоту было бы не просто неправильно, а было бы чудовищно. Это понимание было, равно как и то, что, к большому сожалению, в период весенней охоты в округ прилетает большое количество охотников сторонних, для которых как раз это хобби и развлечение. Весенняя охота в регионе в 2020 году пройдет в единый срок для всех трех участков охотничьих угодий – с 16 по 25 мая. Как сообщил представитель Департамента природных ресурсов Сергей Чибисов, вчера в округе начали выдавать разрешение на охоту. 20 заявок от жителей региона уже удовлетворены, еще 100 – в процессе обработки. Есть обращения от иногородних жителей, в частности, из Москвы и Санкт-Петербурга. Совершенно определенно, что мы не ждем их гостей. Главам муниципальных образований также рекомендовано усилить контроль за въезжающими на территорию их поселений в период весенней охоты. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.